А на Украине началась установка защитного саркофага над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Он заменит старое защитное сооружение, которое было установлено еще в 1986 году и к настоящему времени уже начало разрушаться. По оценке ученых, почти 95% радиоактивных элементов до сих пор остаются под саркофагом. Но вот два года назад над машинным залом 4-го энергоблока обвалилось несколько плит перекрытия, и тогда же был отмечен скачок радиации. Первый саркофаг был возведен в рекордные сроки, всего за 206 дней. Он назывался проект «Укрытие» и стоил жизни почти 90 тысячам человек. Ну то есть сразу после аварии его возводили. Чтобы изолировать место аварии, разобрать старый саркофаг и утилизировать ядерное топливо, строят как раз-таки «Укрытие-2». Чаще его называют просто «Арка». Строительство идет с 2007 года и вот близится к завершению. Вернее, вот сейчас-то уже завершилось совсем, осталось только как раз... Вы сейчас увидите этот процесс, как эта арка будет наезжать на саркофаг, на энергоблок. И ничего сравнимого с новым саркофагом человек еще никогда не строил. Это 12 арочных конструкций высотой по 108 метров, а длина каждого пролета 257 метров. Обшивка арки состоит из семи слоев, верхней и нижней, из нержавеющей стали. Между ними воздухонепроницаемая мембрана и теплоизоляция с собственной климатической системой. Все это должно защитить конструкцию арки от преждевременной коррозии. Ну и чтобы снизить дозу радиации для строителей, саркофаг собирали в 300 метрах от реактора, где радиационный фон, понятное дело, ниже. Ну а затем по рельсам его уже надвинут на четвертый энергоблок. Вот как раз сегодня это и произойдет. Кстати, именно это решение определило его будущую форму. Ну вот так при передвижении арка более устойчиво. Также между четвертым энергоблоком и строительной площадкой построили стену, которая также снижает излучение. Старые здания рядом с блоком разобрали, верхний слой грунта сняли, а сверху положили бетонные плиты. Все эти меры позволили обезопасить работников. Укрытие-2 это интернациональный проект. Строительство арки финансирует 45 стран, в том числе и наша страна. Общая стоимость проекта поражает. Она действительно огромная, посмотрите. На самом деле, да, как я говорила, 45 стран финансируют. И больше 2 миллиардов долларов потребовалось на то, чтобы возвести вот эту уникальную конструкцию. Ну и через несколько часов арку начнут надвигать на четвертый энергоблок. Давайте посмотрим, что прямо сейчас происходит на строительной площадке в Чернобыле. Итак, это прямая трансляция. Видимо, погода там не очень хорошая, но потихонечку-потихонечку завершают работы и готовятся к тому, чтобы надвинуть вот эту огромную конструкцию, которую вы видите на своих экранах, на энергоблок, чтобы защитить реактор от дальнейших протечек. Протечек.